Здравствуйте, уважаемые соотечники, я начинаю свой прямой эфир и прошу подтвердить, что меня хорошо слышно. Тут пишут, что уже интернет отключили, прям как в аптеке, очень точно. Что на самом деле отключили? Ребята, вы сидите в ВПНе? Друзья, уважаемые друзья, я думаю, что здесь очень много новичков и многие не представляют, как работает наша организация Демократический Выбор Казахстана, как мы объединяем людей, какие методы мы используем и какие у нас планы в ближайшие месяцы, как мы должны действовать. Очень важно, чтобы все наши сторонники ясно представляли, куда мы стремимся, какие у нас планы, чего мы хотим добиться. И каждый из наших сторонников должен понимать, что мы работаем над конкретной целью, должен понимать наши методы, наши возможности. И поэтому я хотел бы сегодня рассказать о ДВК. И когда я буду рассказывать о нашем движении, я надеюсь, вы получите больше уверенности и понимания того, что именно мы, демократическое движение ДВК, добьемся успеха и добьемся смены режима. Многие из вас знают, что 20 апреля 2017 года было объявлено о создании демократического выбора Казахстана, именно политического движения. Я сейчас хочу объяснить все-таки, что такое партия, что такое движение, чтобы было четче понимание, где мы находимся, почему, когда будет организовано временное правительство ДВК, когда мы сменим этот режим, почему мы далее будем регистрировать партию демократический выбор Казахстана, и почему именно партия может участвовать в выборах в парламент. Мы объявили, что создаем именно политическое движение. Дело в том, что партия – это узкая политическая структура, партия должна присутствовать внутри страны, партия является борьба за власть, завоевание власти, чтобы реализовать программы, которые приняла и озвучила партия. Партия, как правило, имеет офисы по стране, партия, как правило, зарегистрирована у себя в стране, партия имеет сторонников, партия, если добивается власти, то есть единственный способ, как добиваться власти – это участвовать в выборах. Выборах как на президентских выборах, так и на парламентских выборах, когда партийное большинство позволяет сформировать партии в кабинет министров. Вот, собственно, как работает партия. У партии есть жесткий устав, есть партийная дисциплина. У партии достаточно четкая идеология. Ну, например, если партия строит рыночную экономику, а люди, которые хотят вступить в партию против рыночной экономики, они хотят построить какую-нибудь регулируемую экономику, как в Советском Союзе, они против частной собственности и хотят, чтобы все было формально государственным, то такие люди не могут быть членами такой партии, либеральной, свободной, с рыночной экономикой. Поэтому члены партии должны четко разделять программные установки партии, во-первых, и, во-вторых, они не могут, будучи членом партии, быть членами других партий или общественных объединений. В отличие от партии, политическое движение может иметь более широкие задачи. В политическом движении могут быть ее членами разные политические организации. Если человек состоит в какой-то другой партии, он же может состоять и в движении. То есть в движении нет жесткости, нет такой жесткой дисциплины партийной. И в движении могут состоять люди с разными убеждениями. С левыми, так называемыми, красными, с правыми, с рыночными. Ну и, знаете, так называемые, ну какие-то еще разные другие течения, есть их в мире много, я сейчас даже не буду перечислять. То есть движение по своему составу более широкое, чем партия. Здесь мне говорит, откройте сайт ДВК, любой желающий может зайти на сайт и узнать, что такое ДВК. На самом деле у нас есть, что такое ДВК. Есть и в Телеграме, есть и на Фейсбуке. Можно зайти на мой сайт, правда его блокируют. Что такое ДВК? Он, скажем, достаточно информации в социальных сетях и, скажем, в Телеграме. Поэтому вопрос сейчас не в сайте. Очень много людей, имея информацию, даже не могут разобраться в программных целях и задачах демократического выбора Казахстана. Собственно, поэтому мы для этого и предназначены разъяснять цели и задачи неустанно, постоянно, чтобы человек уже после наших разъяснений прочитал наши программные документы. Тогда все становится более четко и понятно. Поэтому, когда кто-то создает партию, якобы, при этом не имея регистрации внутри страны, не имея офисов, не имея подразделений, при этом говоря, что мы не будем участвовать на выборах, ну что выдумывать в собственном определении, что такое партия? Это как колесо. Есть уже четкое понимание, что такое колесо, или воздух, или кислород. И когда говорить, скажем, о квадрате, и иметь в виду колесо, это, наверное, смешно. Поэтому я вам объясняю, что такое движение политическое, что такое партии, чтобы люди ясно понимали, действительно, прочитав в интернете или услышав разъяснение, что мы не могли зарегистрировать партию демократические выборы Казахстана, потому что мы не собираемся участвовать в фальшивых выборах Нурсултана Назарбаева, во-первых. Во-вторых, мы и не могли бы участвовать, потому что нашу партию эта власть и не зарегистрировала. Поэтому нашей целью является смена режима. Именно под этой основной целью мы объединяем людей. Это первое. Второе. Мы не просто говорим о смене режима. Мы говорим, мы объединяем вокруг политического движения демократические выборы Казахстана тех людей, которые хотят не просто смены режима, а которые хотят построить демократическое государство, где именно народ является источником власти, где в этом государстве будут обеспечены права всех граждан страны. И далее на свободных выборах в парламент к власти может прийти любая партия, которая наберет парламентское большинство. Вот эти принципы нам и озвучены. И под эти цели и задачи мы объединяем всех наших сторонников. Для того, чтобы наше движение получило поддержку, для того, чтобы люди не ориентировались просто на личность или на личности. Во всем мире для этих целей политическая организация формирует программные документы, публикует их и под эти цели и задачи собирает сторонников. Что мы и сделали. Мы озвучили политическую платформу демократического выбора Казахстана, мы озвучили экономические программы, программы социальных реформ и другие. Мы очень много документов разных озвучили по развитию нашей страны, когда к власти придет именно партия демократический выбор Казахстана. И именно под эти платформы, под эти программные документы мы объединяем наших сторонников. Собственно, прочитав политическую платформу ДВК и программу социальных и экономических реформ ДВК, можно понять, что такое демократический выбор Казахстана. Что нам нужно сделать? Нам нужно прийти к власти. Прийти к власти, как организовать временное правительство. Временное правительство, потому что мы сначала объединяем разных людей с разными политическими взглядами по будущему нашей страны. Но мы объединены в главном. Первое. Враг нашей страны, враг нации, но султан Назарбаев и его режим. Это первое. Второе. Мы хотим построить демократические государства, где будут соблюдены и защищены права каждого человека, где все будут равны перед законом. И именно эти программные цели и задачи объединяют вокруг нас наших сторонников. Но при этом мы не говорим, что ты обязательно должен настаивать, что мы строим, скажем, нерыночные государства. Мы говорим, да, демократическое государство. Есть определенные отличия в партийных программах. Мы сейчас никого не выталкиваем из нашего движения. Мы говорим, давай так. Мы добьемся смены власти, создадим временное правительство. Потом мы все будем создавать регистрированные партии. Также и представители демократического движения Казахстана будут создавать партию демократический выбор Казахстана, опубликуют свои программные цели и задачи. И под них мы будем собирать голоса, участвуя в выборах в парламент. Наши представители партии демократический выбор Казахстана будут участвовать на выборах и пробиваться в парламент, чтобы стать депутатами. И да, пожалуйста, с нами могут конкурировать любые зарегистрированные партии. Партии власти Нуратан, Акжол, КНПК и другие партии, которые сейчас существуют в спящем положении, активны, не имеет значения. Мы их все ликвидируем, запретим. И все, кто хочет участвовать с нуля, пусть вместе с нами регистрируют партии и участвуют в борьбе за места в парламенте. Теперь давайте поговорим о методах, как мы будем достигать этой цели. Мы говорим, что наша задача привлечь миллион сторонников. Почему миллион? Потому что есть научное изыскание, мировой опыт, который говорит, что 3,5-5% общего количества населения является двигателем реформ, двигателями изменений и всех перемен, которые происходят в стране. Это статистические данные об активных людях, о двигателях процесса. Если мы даже будем ориентироваться, что таких людей не 3,5-5%, а именно 5%, с учетом того, что в нашей стране чуть более 18 миллионов человек, 5% составляет приблизительно 1 миллион человек. То есть наша задача набрать число сторонников демократического выбора Казахстана 1 миллион человек по всей стране. И тогда мы добьемся перемен, а именно полной смены режима и прихода к власти демократических сил. Именно поэтому наша задача собрать по стране 1 миллион активных наших сторонников и, собственно, все эти акции, митинги, работа нашего чата, наших каналов, информационного канала 1612, моего канала Мухтара Блязов, каналов ДВК-волонтер и разных-разных совершенно каналов, которые мы применяем для того, чтобы влиять на наших сторонников. Также есть много других информационных каналов, которые нас поддерживают. Они распространяют наши видеоролики через свои YouTube-каналы, через свои Facebook. Огромная команда наших сторонников, которые комментируют, ставят лайки, пишут посты, пишут комментарии. Все это создает большой информационный вал, гигантскую волну, который накрывает нашу страну и нашей идеей проникает в сознание многих граждан страны. Таким образом, мы добиваемся, чтобы число поддерживающих было не менее 1 миллиона человек. Общеизвестно, что хотя полицейских в стране более 100 тысяч человек, из них часть это ЧАЭС, команда их 30 тысяч человек, часть относятся к пенсиарной системе, это тюрьмы, зоны. Эти люди не участвуют в подавлении и применении сил против гражданского населения. На самом деле, таких вот активных полицейских по всей стране, способных там применять дубинки, растаскивать людей, не более 20 тысяч человек по всей стране. Ну пусть даже будет их 50 тысяч. Столько нет, но мы возьмем с запасом. Пусть даже будет 50 тысяч человек. Тех, на кого опирается режим, режим на султана Назарбаева. И таким образом, используя эти силы, удерживать свою власть в течение 30 лет. Наша задача добиться минимум 10-кратного перевеса. Даже если этих полицейских 50 тысяч человек, а их меньше, те, которые активно действуют, не пузатые полицейские, не эти дорожники, которые ловят проезжающих, искусственно отлавливают, штрафуют. Это не те пузатые полицейские, а именно подготовленные. Их не более 20 тысяч по всей стране. Так вот, пусть даже их будет 50 тысяч. Десятикратный перевес позволяет нам добиться, чтобы никакая полицейская сила не могла остановить эту массу. Десятикратная. То есть, в принципе, нам достаточно по всей стране набрать полмиллиона человек, даже меньше. Достаточно в Алма-Ате и в Астане 50 тысяч человек, чтобы вышли на улицы, это 100 тысяч. И максимум еще 100-200 тысяч человек по всей стране, по разным городам, этой власти не будет. Но мы запасом скажем, что мы набираем сторонников 1 миллион человек и предполагаем, что из них готовых, которые будут выходить на митинги, будут стоять и не бояться, даже их будет, если полмиллиона, этого достаточно, чтобы сменить этот режим мирными действиями. Мы просто просочимся в их дворцы, в их кабинеты, как это произошло в Армении. Как сейчас происходит в Алжире. Мы просто просочимся, займем их кабинеты, мы парализуем все властные институты, мы парализуем полицейских на местах, когда полицейские увидят, что десятки тысяч людей по всей стране двигаются в порыве, обедненные единой целью, народу не сможет противостоять никто, и никто никогда не сможет применить силу, потому что у него есть близкие и родные, эта разъяренная толпа просто разорвет на части, разорвет на части любое количество полицейских, это мы все должны осознавать. Поэтому мы говорим, мы добиваемся мирной смены власти, мы для этих целей должны собрать миллион сторонников, вот куда мы идем. Наша задача проводить большую агитационную работу. Для этих целей организован информационный канал 1612 и все любые другие наши различные каналы, которые работают в Инстаграм, в Ютубе, в Фейсбук и других социальных сетях. Именно для этих целей создана сеть информационных каналов. Именно поэтому мы создали этот чат, чаты региональные, чат центральные. Все направлено на то, чтобы мы организовали этот процесс и добились поддержки миллиона человек. Это немного, на самом деле. Добиться поддержки миллиона человек немного. Вы знаете, наши каналы, очень много наших выступлений и так далее просматривают не просто 500-600 тысяч человек, миллионы. У нас очень много выступлений различных, где миллион, полтора миллиона, два с половиной, три миллиона. Это только наши прямые источники. А если учесть, что есть сочувствующие и поддерживающие нас разные каналы, то, как вы понимаете, постоянно нас смотрят как минимум пару миллионов человек. Это столько просмотров. Но они же смотрят со своими семьями. Эти люди не просто смотрят, они смотрят, рассказывают, поддерживают. То есть ясно, что мы получим поддержку не одного миллиона человек, а как минимум наберем. Половина населения будут нас поддерживать, как минимум. И активных мы должны добиться набрать один миллион человек. Нам очень важно, чтобы наши сторонники не говорили. Вот сделайте это, сделайте пятое, пусть там штаб сделает, ну там как здесь пишут, третий, пятый, десятый, пусть переведет, пусть сделает ролики. То есть называется наши сторонники стоят в стороне некоторые и говорят, а вы сделаете первое, третье, пятое, десятое, а что вы не работаете, а почему вы власть не меняете, а почему вы только говорите, а почему так мало людей в штабе вся наша команда работает не очень большая, несколько десятков человек, не более 50 человек суммарно команда именно постоянно, которые с нами взаимодействуют, в этой команде участвуют, распространяют нас не более 50 человек. Да, но вас десятки раз больше, поэтому нужно всем подключаться, чтобы набрать вот такую серьезную массу и силу создать сильный поток, что мы действительно повлияли на сознание миллионов наших будущих сторонников. Теперь следующая часть, давайте мы проговорим, что у нас есть. У нас есть информационный канал 1612, есть в ютюбе мой канал Мухтар Аблязов, есть в инстаграме разные аккаунты, суммарно на нас подписаны более миллиона человек, более миллиона человек, которые постоянно отслеживают, комментируют, участвуют вместе с нами в нашей политической жизни, политической борьбе для реализации главной цели смены режима Нусултана Назарбаева. Мы создали чат юрист ДВК, который помогает консультациями тем, кого преследует этот режим. Мы создали чат медиа ДВК, куда собирается информация по виде видео, по тем или иным событиям, которые происходят в Казахстане. Недавно мы создали такой же чат, связанный с переименованием столицы. И у нас таких чатов разных много. Если кто-то из вас каким-то образом блокируется в чате, вы можете обращаться в чат жалоб, ваше обращение рассматривают, корректируют. Вы знаете, что в чате работает команда админов. Сразу хочу сказать, что команда Демократический выбор Казахстана это группа волонтеров. волонтеров, объединенных единой целью. Целью построить новую демократическую страну, добиться смены режима и чтобы наша страна стала передовой. И чтобы вы понимали, никто из наших сторонников не получает за свою работу никакие деньги. Наши админы разделили время между собой. их не очень большая, но команда приличная в любом случае. И хочу поблагодарить наших еще раз админов, которые выделяют время, рискуют, знают большой объем материалов, который сосредоточен наших архивов. когда существуют вопросы или запросы по той или теме, которую мы уже говорили, озвучили, наши админы очень быстро вбрасывают эту информацию в наш общий чат. Есть чат идеи по развитию ДВК, тоже, если у вас есть идеи, вы тоже можете туда обращаться, вбрасывать туда разные идеи. Далее. Мы уже говорили, что демократический выбор Казахстана, помимо той массы, которую мы хотим набрать, а именно сотни тысяч сторонников, мы должны быть организованы и сильны. Вы знаете, что власть имеет полицейские силы, представители и спецслужб, они организованы, они действуют по команде из центра, у всех есть свои региональные центры, республиканские центры, и они отмобилизованы. Поэтому для того, чтобы победить такую силу, нам нужно тоже быть организованными, нам нужна команда наших сторонников, нам нужна дисциплина, нам нужна постоянная связь, и очень важно иметь минимум в десятикратный перевес. Вы понимаете, что если мы не создадим структуру, которая может действовать, управлять этой огромной массой наших сторонников, то мы ничего не добьемся. Мы должны быть организационно сильнее, мы должны быть идейно сильнее, мы должны иметь большую численность в десять раз, чтобы добиться максимального перевеса. И когда мы добьемся этого перевеса, этот режим будет сменен мирным путем. Именно для этих целей создан штаб демократического выбора Казахстана. Именно для этих целей мы говорим необходимо создавать ячейки ДВК. Эти ячейки ДВК должны взаимодействовать со штабом. Почему мы говорим, что ячейки не должны между собой общаться? Вы знаете, наш чат постоянно подвергается атакам нурботов. Вы прекрасно знаете, что есть затаившиеся агенты Комитета национальной безопасности, которые сначала втираются в доверие, изображают, что они тоже против режима, потом начинают таким образом завоевывать доверие и таким образом дальше мешать какими-то идеями, которые противоречат нашей основной задаче, а именно добиться смены режима Нурсултана Назарбаева. Мы не можем, как здесь некоторые предлагали, надо в один город тайно привезти тысяч человек. Это люди, которые предлагают, судя по всему, не очень хорошо понимают, что они говорят, потому что то, что знает два-три человека, тайно не можно сделать так, чтобы тысяч человек тайно знали, потом тысяч человек тайно приехали. Это нереально. Эти тысяч человек должны иметь средства для того, чтобы тайно приехать. Кто этим тысяч человек перечислят средства, если эти люди неизвестны, если эти люди под никами, как можно им передать деньги, даже если бы мы это захотели. И потом, почему кто-то должен давать деньги, если эти перемены нужны всем, всей стране. Власти много денег, они тоже подкупают, кого-то подкупают, кого-то силой гоняют. Мы хотим построить новую демократическую страну, мы хотим построить честное государство, основанное на убеждениях, не на силе, не на принуждениях, на убеждениях, что это нужно. И поэтому мы не хотим с самого начала никого не подкупать, не принуждать. Мы ищем сторонников, сторонникам мы не платим, потому что главное, чего должен хотеть человек, построить новое современное общество, новое государство, и он должен за это бороться, а мы не должны за это платить кому-либо. Итак, вы, наверное, теперь понимаете, почему мы организовали штаб, и почему мы говорим, что должны быть созданы ячейки. Эти ячейки, если они будут общаться между собой, то есть большой риск, что соседняя ячейка может оказаться КНБшной, и они вас раскроют, и будут преследовать. Не для этих же целей, специально для этих же целей режим объявил ДВК экстремистской организации, чтобы у них были юридические основания преследовать всех тех, то говорит, что он поддерживает демократический выбор Казахстана. Поэтому, чтобы не было таких эксцессов, мы предложили всем выйти под никами, во-первых, во-вторых, создавать ячейки, третье, ячейки общаются только со штабом ДВК, между собой не общаются, не ищут сторонников там, не пытаются между собой созвониться, договориться, только общение со штабом ДВК. И даже когда эти ячейки поддерживают контакт со штабом, даже если вдруг в штабе нашем окажутся предатели, они не в состоянии никого предать, слить, потому что на штаб выходят ячейки, выходят люди инкогнито, под разными именами, номера телефонов невозможно определить, то есть мы работаем с некими никами, с тысячами никами по всей стране, то есть даже если в штабе будет предатель, он не сможет сдать никого, админы, даже если там попадут какие-то сомнительные люди, они не смогут никого сдать, то есть мы построили такую организацию, которая очень сильно засекречена, и наши сторонники встречаются на митингах и других акциях, как другие граждане, которые восприняли наши призывы и обращения и просто пришли и поддержали, если завтра полицейские начнут что-либо предъявлять, наш сторонник говорит просто я просто вышел на акцию, я просто вышел на митинг, в конце концов я просто шел по тротуару, и это все приводит тому, что риск для человека становится минимальным, все становится настолько безрисковым, и все зависит только от аккуратности человека, чтобы вы сами не подставлялись, мы создали механизмы, которые максимально вас защищают, очень скоро мы выйдем открыто, мы выйдем открыто, когда нас будут тысячи и десятки тысяч, вы видите, мы организовали челленджи недавно, и десятки сотни сотни людей открыто заявляются, открыто выходят, вы понимаете, что число наших сторонников растет просто геометрической прогрессией, год назад, год назад наши сторонники боялись выйти даже законно, просто с голубыми шарами, а сейчас это уже история, мы прошли этот период страха, и наши сторонники открыто выходят, говорят, но султан не моя столица, Токаев не мой президент, спикер парламента Дариган Азарбаева не мой спикер, у меня есть выбор, вы видите, что произошло, за один год массово, массово поддерживают нас сотни и тысячи людей, они выходят с открытыми лицами, но тем не менее нас не десятки тысяч, поэтому мы пока еще работаем в режиме секретности, но очень скоро наступит время, когда мы будем действовать открыто, и тогда вы можете открыто общаться между собой, между ячейками, со штабом, ничего не опасаться, но чтобы это произошло, нас должно стать десятки тысяч человек, и еще мы активно работаем за пределами Казахстана, в Европе, обращаемся к международным правозащитным организациям, к Европарламенту, мы работаем активно с европейскими странами, и у нас есть группа людей, которые нам помогают и поддерживают, то есть работа идет в двух направлениях, мы добиваемся поддержки у нашего народа, это первое, второе, мы ищем поддержки на Западе, почему на Западе, потому что мы хотим построить именно сильное цивилизованное государство, как ведущих странах мира, это США и ведущие страны Европы, именно у них сила, как вы знаете, применение санкций, за нарушение прав человека, за преследование людей, за нарушение подписанных международных соглашений, собственно, это инструмент давления европейских структур, стран европейского сообщества, и инструментов давления у них очень много, это арест имущества, арест активов, преследование всех тех, кто нарушает права человека, почему это делают США и Европа, потому что их конституции, их законы выстроены так, что они защищают права человека не только в своих странах, но они защищают права человека во всем мире, это глобальная цивилизация, туда, куда мы стремимся, где берем пример и хотим построить нашу страну по образцу этих стран, они являются поддерживающими нас странами, но я вам всегда говорил, что Казахстан наша страна, мы сами должны наводить порядок в своей стране, поддержку Запада надо воспринимать как бонус, как дополнительная возможность, да, у Запада есть возможность, есть силы, но если народ спит, если народ молчит, Запад воспринимает так, что народ устраивает действующий режим и они не нарушают принцип суверенитета каждой страны, ну а как только народ десятками тысяч выходит на улицы, как только власть начинает нарушать подписанные международные договора, как только власть не дает возможность выразить протест своим гражданам, сразу наступает реакция международного сообщества, и поэтому наша задача действовать активно, действовать и наводить порядок в своей стране, не ориентироваться, что за нас кто-то что-то сделает, ориентироваться на свои силы, и заверяю вас, поддержка с Запада придет, придет именно тогда, когда мы будем бороться за себя и свою страну. Как видите, ребята, у нас все есть, все продумано, мы нашим людям говорим, что с приходом временного правительства демократического выбора Казахстана не будет никакого хаоса. Хаос создает текущий режим, режим Нусултана Назарбаева. Именно они коррумпировали всю страну, именно они дестабилизируют обстановку в стране, именно они обворовывают народ, держат нищими, именно они сажают наш народ в тюрьмы. Это люди, сам Нусултан Назарбаев и его окружение захватили власть, это оккупированная власть, они оккупировали нашу страну и не дают нормально развиваться государству, не дают нормально жить нашим гражданам, они превратили власть в репрессивный механизм для того, чтобы удерживать свою власть и продолжать грабить нашу страну. Мы проводим большую работу, вы понимаете, что резолюции Европарламента, различные декларации, которые звучат от международных институтов, ОБСЕ, ООН, Госдепартамент США, это все связано с тем, что сейчас в Казахстане появилась политическая сила, демократический выбор Казахстана, оппозиционная сила, которая шаг за шагом жмет на этот режим, заставляет двигаться навстречу народу. Назарбаев сейчас озвучил какие-то социальные программы, и все эти действия происходят только потому, что мы консолидируем наших сторонников, жмем на эту власть и добиваемся перемен, и это видят все. Собственно, именно поэтому по итогам 2018 года были сделаны отчеты в Госдепартаменте США, и там весь документ пронизан нашими действиями, действиями демократического выбора Казахстана. Ключевая резолюция Европейского парламента описывает все действия именно нас, ДВК. Более того, Европейский парламент заявил, что ДВК мирная оппозиционная политическая организация, таким образом дезавуировав решение казахских судов о том, что якобы ДВК экстремистская организация. Как вы понимаете, мы двигаемся полномасштабно, основательно, у нас есть программа политических и экономических реформ, мы сейчас формируем будущий кабинет министров, мы говорим о том, что произойдет тотальная смена политической верхушки по всей стране, мы говорим, что приносите свои программы по развитию регионов, по развитию технических масштаб, и мы в этой борьбе отточим свое мастерство, свои знания, свои организаторские способности, именно мы, Демократическое движение Казахстан, сумеем добиться полной смены не просто режима, а смены кадров этого режима, коррумпированных, преступных, которых они насадили по всей стране. Я вам так, ребята, скажу, я вчера общался с рядом журналистов крупных международных изданий, Германии, Франции, Швейцарии и так далее, и они были впечатлены, они сказали, что такой масштабной продуманной программы, такого фундаментального подхода они не видели нигде. Я вам это и ранее говорил, мы подготовлены чрезвычайно фундаментально, у нас очень подуманные программы, теперь мы должны добиться главного, построить серьезную политическую организацию, набрать миллион сторонников и добиться смены режима. Мы нашим гражданам даем полное понимание, какое будущее ожидает их. Кроме наших программ, кроме того, что мы говорим, временное правительство будет сроком на полгода, мы говорим о том, что будет ликвидирована должность президента, именно народ будет управлять государством. мы отвечаем на вопрос, когда долгое время меня спрашивали, что это значит, якобы вместо Назарбаева придет Аблязов, типа все они такие, все время все обманывают народ, люди не понимали, что мы не это предлагаем, мы говорим, что будет полная смена политического режима, когда не будет один человек владеть всей властью в стране, как это сейчас происходит. Более того, мы говорим власть будет у народа, именно народ будет на выборах назначать своих представителей в лице депутатов, а эти депутаты будут затем в парламенте назначать министров и премьер-министра. Если премьер-министры или министры не будут справляться со своими задачами, со своими обещаниями, то в один день парламент их отправляет в отставку, то есть гарантией того, что у власти не будет человек, который обладает единственной властью, стоит над народом, гарантией будет являться сама политическая система, парламентская республика без должности президента. Еще важный ориентир, мы говорим, мы строим государство, ориентир на права человека. Мы хотим построить государство, когда такое государство не будет ущемлять людей ни по национальному признаку, ни по вероисповеданию, ни по каким признакам. Каждый гражданин Казахстана будет равен перед законом. У каждого гражданина Казахстана будут равные права. Это очень важный принцип. Как только мы начинаем говорить, что кто-то большими правами обладает, неважно по какому признаку, Казах, не Казах, по вероисповеданию, по родовому признаку, еще как-то, после этого считайте, что государства нет. Государство есть только тогда, когда все граждане этой страны, мы единая нация, когда законы действуют одинаково для любого человека, когда каждый может быть привлечен к ответственности за совершенные преступления, когда мы тогда построим такое справедливое государство, только тогда мы получим поддержку всех граждан, которые проживают в стране, только тогда люди будут уверены, что мы строим справедливое государство. И мы все это озвучили, мы все это показали, мы говорим, каким образом будут развиваться регионы, какая власть будет центральная, какие полномочия будут у людей, как будут избираться акимы областей, городов и районов, как будут избираться судьи. Сама политическая система, где все решает человек на голосовании, когда все выбирается, а не назначается, говорит о том, о главном изменении, о том, что политическая система будет такая, когда именно каждый человек является источником власти, не наоборот. Это парламентская система правления без должности президента. И вот смотрите, будущее мы показали, какую страну будем строить, теперь надо показать шаги, те самые шаги, которые мы должны сделать, чтобы действительно набрать миллион наших сторонников, как минимум, и чтобы этот миллион человек были активными, поддерживали нашу программу, чтобы мы совместными усилиями мирно, я подчеркиваю, мирно добились смены этого политического режима. И что я вам скажу, ребята, мы работаем, проработали практически все направления. Везде у нас заделы, везде работают серьезные команды, абсолютно. Но там есть блок, который развивается еще недостаточно хорошо. И это сейчас ключевое место, которое мы должны бросить все наши силы. И когда мы это направление разовьем, тогда мы добьемся успеха. И добьемся успеха именно в этом году. Я сейчас говорю о ячейках. Вот представьте, мы в каком-то городе организовываем митинг. Мы выходим, освещаем эти события, мы озвучиваем наши требования, штаб распространяет плакаты и видео. Все это распространяется по нашим информационным каналам среди миллиона наших граждан. Но тем не менее мы видим, что митинги идут, но ряд городов вообще не участвуют или там, где даже это и есть, то наших сторонников не десятки тысяч, пока только сотни. И мы каждый митинг, когда так организовываем, мы не можем даже спрогнозировать, сколько человек выйдет на этих митингах. И что нужно сделать, какие действия нужно предпринять, чтобы мы понимали уверенно, что в том или ином городе точно выйдет тысячи, две тысячи, пять тысяч, десять тысяч человек. Давайте поговорим об этом. Вот представьте себе, возьмем город Алматы. мы считаем, что пятьдесят тысяч человек, если одновременно выйдет на этот митинг, то власть в Алматы будет сменена полностью. Мы эти просто пятьдесят тысяч человек просочатся во все коридоры власти, акиматы и все прочее, и там будут уже руководить наши представители, временные представители временного правительства. То есть наша задача собрать пятьдесят тысяч человек, например, в Алматы. Если бы в Алматы у нас было ячеек, например, тысячу, и в этих ячеек было по пять тысяч человек, то есть мы знали бы, что у нас есть пять тысяч членов ячеек, которые точно выйдут. То есть мы знали бы, что любая акция, любой митинг имеет под собой основу и гарантированно пять тысяч человек выйдет. Вы понимаете, да? тогда мы бы знали, штаб знал бы, что точно выйдет пять тысяч человек и известный факт, когда выходит такая масса, она сразу обрастает другими людьми, сразу люди подтягиваются и очень быстро собирается пятьдесят тысяч человек, потому что пять тысяч человек невозможно разогнать, невозможно. в Алмате всего лишь несколько тысяч полицейских, это нужно со всего города в одно место стянуть, но когда колонна из пяти тысяч человек где-то появится, сразу в десять раз она по размеру увеличивается, поэтому мы добиваемся десятикратного перевеса, даже больше, количества тех полицейских, которые есть, например, в городе Алматы. Значит, что нам нужно? Нам нужно в Алмате иметь тысячу ячеек по пять человек, или если ячеек в ячейке три человека, это мы сейчас отдельно обсудим, то нужно иметь две тысячи ячеек. Две тысячи ячеек должны взаимодействовать со штабом, и когда мы называем время и дату, руководители ячеек со всей своей команды начинают стягиваться в те места, где мы обозначаем, именно руководители ячеек являются лидерами, именно руководители ячеек являются ораторами, именно они являются организаторами, там, на площадях эти ячейки начинают между собой встречаться, а в связи с тем, что штаб со всеми взаимодействует и существует единый план действий, эти ячейки несколько тысяч человек начинают организованно делать одно и то же дело, это превращается в такую сильную машину, организационную машину, как войско, вы понимаете, чего нам не хватает? Нам сейчас не хватает всего лишь одного единственного, создание ячеек по всей стране, тысячи ячеек в каждом крупном городе, минимум 500, и тогда, когда у нас будет тысячи ячеек, когда мы будем выводить наших сторонников на улицы, мы будем выходить открыто, и мы будем знать, что если полиция попытается кого-то задержать, тысячи сторонников просто не дадут этого сделать, тысячи сторонников, то есть, то есть, сейчас самым главным является массовое создание ячеек по всей стране, во-первых, во-вторых, эти ячейки должны взаимодействовать со штабом, в-третьих, все ячейки должны действовать по единому плану, единый план может существовать только в центре, в штабе, то есть, вы понимаете, сейчас наши действия важны, но мы не сможем добиться смены режима, если мы не создадим большое количество ячеек по всей стране, в каждом городе, населенном пункте, если эти ячейки не начнут взаимодействовать со штабом, мы будем просто бродячей массой, хаотичной, неорганизованной, и даже нас будет десятки тысяч, мы не сумеем ничего сделать, потому что это будет хаотичная масса, необъединенная единой целью, не работающая с единым центром, не действующая, как организованная сила, мы будем хаотичной, бесполезной массой, и мы должны сейчас эту работу сделать, и тогда смена режима наступит очень быстро. Очень многие в чатах или в инстаграме пишут, пора действовать, пора действовать, штаб ДВК действует, мы создали информационные каналы, чтобы нарастить число наших сторонников, их должно быть миллионы, мы создали штаб, мы создали чат, мы создали команду юристов, которые вас консультируют, мы получили поддержку международных правозащитных организаций, мы получили резолюцию Европейского парламента, мы получили поддержку на Западе, но теперь осталось за малым. Пока наши люди не выйдут тысячами на улицу, притом организованными, мы не добьемся смены режима, режим будет все время сильнее. Сейчас нас, наших активистов хватает полицейских, их несколько раз больше, одного активиста тащит четыре человека, но если нас будет в десять раз больше, чем полицейских, они вообще никого не смогут тронуть. Вы же видите, сейчас главной задачей является добиться численности, притом не просто численности, чтобы в определенный день эта масса пришла в определенное место. Для этих целей, чтобы этого добиться, нужны ячейки, нужны, чтобы ячейки, каждая ячейка знала, что делать, куда двигаться, как действовать, должна быть налажена связь, эти ячейки должны знать программы демократического выбора Казахстана, они должны стать лидерами процесса. Многие наши люди ищут лидера. Мы организовываем акции протеста минимум в 15-20 регионах страны. Один лидер не может поделиться на 20 частей, нам нужны сотни лидеров, тысячи лидеров. Вы знаете, что когда будет один лидер, его объявят зачинщикам и посадят в тюрьму, а когда таких лидеров будет сотни, тысячи, власть не будет в состоянии что-либо делать. Сейчас за теми или иными нашими активистами ездят машины, садятся они в поезда, преследуют. Почему они это могут делать? Потому что нас еще мало. Но когда нас будут тысячи, то полиция вообще ничего не сможет делать. Не гоняться, никого задерживать, приходить домой. ну допустим они вычислили тысячу человек, за кем надо приехать. Им нужно тысячу машин, в каждую несколько полицейских. Ну вы понимаете, это нереально. Если они это сейчас делают и могут делать, это только говорит о том, что нас еще мало. То есть когда нас будет много, эти полицейские будут парализованы, потому что не будут иметь таких сил, столько машин, столько полицейских. Когда мы добьемся десятикратного перевеса, они будут испуганы, напуганы, более того, они переоденутся в другие одежды и вольются в наши ряды, как это произошло в Армении. Поэтому основная проблема в том, что значительная часть населения ждет, что приедет Бэтмен все сделает, они ссылаются, что у них семьи, дети и так далее, но у кого нет детей, у кого нет проблем, у нас у всех есть семьи, у нас одна единственная жизнь, но когда мы преодолев свой страх начнем двигаться, все это будет в стране, бояться будет власть, бояться будет режим, а полиция перейдет на сторону народа. Когда мы это знаем, и это много раз проверено во многих странах мира, то уже понятно, это путеводная звезда, как действовать. Поэтому, ребята, давайте мы с сегодняшнего дня усилим нашу работу по созданию именно ячеек. мы ранее говорили, что в ячейке должно быть не менее пяти человек. Давайте мы этот барьер снизим. В ячейке будет достаточно трех человек, тогда мы фиксируем их в штабе, и штаб начинает работать с этими ячейками. Представители нашего штаба будут давать специальные поручения, задания этим ячейкам, и мы будем видеть, как действуют ячейки. Согласовано. Способна ли эта ячейка завтра вывести членов этой ячейки на наши акции, митинги, тогда мы будем уверенно знать, что в том или ином городе точно выйдет, например, тысяча человек. Мы будем знать, что если тысячи появятся, то вокруг них будут еще люди. Итак, мы от акции к акции, именно управляя этими ячейками, этими людьми, мы сформируем команду лидеров на местах, и будем в состоянии вывести десятки тысяч людей. Сейчас главная проблема создания ячеек, это главная проблема. Мы не будем делать акции в одном месте или в двух городах, мы будем делать акции, митинги одновременно по всем городам страны, по всем городам страны. Я много раз говорил, что эти действия приведут к тому, что полиция будет на местах парализована, и Назарбаев не сможет их собрать в Астане или в Алма-Ате, потому что как только власть падет в одном городе, начнется все, как карточный домик валится. Потеряет власть свою Батрау, например, сразу это перекинется на Афтау, Уральск и весь Запад. Как только это произойдет, сразу как карточный домик начнет валиться во всех регионах нашего Казахстана. Поэтому полицейские силы, они будут оставаться на местах, чтобы удерживать ситуацию под контролем. Но они не смогут это сделать, если нас будет в 10 раз больше тех полицейских, которые есть в том или ином регионе. Поэтому мы делаем так. Мы развиваем акции протеста во всех регионах страны. И еще раз, чтобы привлечь сторонников, у нас достаточно материалов. Есть информационный канал 16-12, есть программы ДВК, четкое объяснение, что никакого хаоса не будет. У нас есть команда аналитики, мы набираем команду людей будущих лидеров. Мы знаем, что в нашей стране очень много талантливых, образованных людей, которые в состоянии управлять регионами, городами, предприятиями. Нам просто нужно для этого добиться, чтобы этот режим был устранен. Во-первых. Во-вторых, мы должны провести честные выборы, мы должны дать возможность талантливым людям возглавить ключевые отрасли, предприятия и летельные позиции. Мы должны дать возможность честным людям прийти во власть, и тогда мы очень быстро изменим ситуацию в стране. Одним словом, мы понимаем, куда двигаться, и давайте мы с сегодняшнего дня будем двигаться по решению этой ключевой проблеме, создании ячеек по всей стране. Вот здесь ребята правильно говорят, что нам нужно наращивать число наших сторонников. здесь телеграмм, здесь более 30 тысяч человек. Достаточно каждому из вас привести троих, и нас станет на 90 тысяч человек больше в течение одного дня. Как убедить людей, чтобы они были с нами? Очень просто. Надо сначала самому хорошо знать политические и экономические программы демократического выбора Казахстана, знать, какую страну мы хотим построить, и тогда, используя эти аргументы, вы можете убедить кого угодно, если человек этот не идиот, если человек не исчезла окружения Назарбаева, я уверен, что наши программы, наша программа политический реформ, наша нацеленность на построение сильного государства, она убедит любого. Если вы не можете убедить кого-то, даже троих, то значит вы сами плохо знаете политическую платформу и экономическую платформу демократического выбора Казахстана. Когда кто-то говорит, что я не поддерживаю ДВК, я не поддерживаю Назарбаева, но начинает что-то говорить, для меня это удивительно. То есть он хочет сказать, этот человек, который говорит, я не поддерживаю ДВК, он хочет сказать, что он не хочет свободы, он не хочет, чтобы наша заработная плата, наши граждане минимум 3-5 лет было больше, он не хочет, чтобы наши граждане жили как ведущих странах мира, он это говорит, когда я не поддерживаю ДВК, он не хочет бесплатного образования, он не хочет бесплатной Он не хочет, чтобы рядовые полицейские получали заработную плату, начиная от 1000 долларов, когда сейчас всего лишь 200-300 долларов. Он не хочет, чтобы наши учителя получали заработную плату минимум 1000 долларов, то есть 400 тысяч тенге. Они сейчас получают до 100 тысяч, максимум 150 тысяч тенге. И этот человек, когда говорит, что не поддерживает ДВК, он не хочет таких изменений. Он не хочет, чтобы наша страна очень быстро влилась в число ведущих стран мира. Кто говорит, что не поддерживает ДВК? Только те, которые поддерживают Назарбаева, которые рядом с ним воруют. Только такие люди. Или, извините, идиоты. Понимаете? Абсолютно идиоты. Мы, когда говорят, что вот, Аблязов плохой, Аблязов вор и так далее, мне журналист задает вопрос, как вы будете работать с населением, которое зомбировано этой политической программой, которое уже 10 лет обрабатывает и говорит такие слова. Я отвечаю просто. Все те, кто зомбированы, все те, кто поддерживает слова Хабара и режима, мы над ними будем работать, убеждать, но ориентируемся мы не на них. Мы ориентируемся на тех людей, которые уже знают, что это воровской режим, что нам не по пути с этим режимом, что мы будем строить новую, нормальную страну, справедливую, и мы ориентируемся на этих людей. Нам достаточно найти 1 миллион сторонников. Как я говорил, именно 3-5% населения делают основные изменения в стране. Везде. В науке, в образовании, в политических реформах. Не более 3-5%. Мы ориентируемся на тех людей, которых этот режим еще не зомбировал полностью. Мы ориентируемся на тех людей, которые хотят изменений, они активные, они хотят будущего для своей страны. Я уверен, что как минимум миллион мы точно найдем. И поэтому не так страшно, что есть какие-то люди, пусть их даже там миллион, два миллиона, которым все равно, которые говорят, мы поддерживаем Назарбаева, которые сейчас кричат Нур-Султан, Казахстан, неважно они под принуждением или нет, но они кричат. Они не наши сторонники, потому что они боятся. Они никогда не выйдут на митинги. Они будут нас поддерживать, когда мы будем у власти. Но сейчас мы на них не ориентируемся. Мы ориентируемся на тех людей, которые готовы действовать. И таких людей нам достаточно максимум 5% от всего населения. И мы их найдем. Таким образом, у нас есть политическое движение «Демократический выбор Казахстана». У этого движения есть вся инфраструктура, каналы, штаб и все прочее, которые работают информационно над сознанием людей и набирают сторонников. Мы ищем тот самый миллион. И инфраструктура у нас для этого создана. Второе. Мы должны создать ячейки. Активную массу активных энергичных людей, чтобы мы уверенно вводили или выводили людей в тельные города, когда, зная точно, что у нас, например, 500 или 1000 ячеек в том или ином городе, и точно выйдет несколько тысяч человек, и они приведут за собой массу 5-10 раз больше, чем количество ячеек. И тогда мы можем быть уверены, что мы действительно одновременно во всех городах в определенную дату выведем десятки тысяч людей. Это сейчас главная задача создания ячеек, создания организованной силы, чтобы она десятикратно превосходила полицейские силы в стране. Вот куда нужно направлять наши основные усилия. Создание ячеек. Создание в каждом городе 500-1000 ячеек. Соответственно, иметь команду людей по несколько тысяч человек в каждом более-менее крупном центре, городе. И эти несколько тысяч человек приведут за собой как минимум в 5-10 раз больше людей. Поэтому я сегодня объявляю, что мы ориентируемся на ячейки теперь как минимум из трех человек, не пяти, как раньше было, из трех. Я призываю вас создавать ячейки, выходить на штаб. Давайте мы эту задачу решим. Создадим ячейки по всей стране, будем ставить задачи перед этими ячейками. Тогда вы не будете говорить, почему нас выходит мало. Нас будет выходить много, если мы сумеем организовать и создать такие ячейки. Ребята, сейчас дальше эфир продолжит Жанна Бота. Мы поговорим еще об акции 2 апреля. Добрый вечер, чат-активист. Я смотрю, у нас тут начали с памяти опять атаковать боты позорные. Хорошо меня слышно, скажите, пожалуйста. Если вы обратили внимание, сегодня нас очень часто стали атаковаться. Сегодня уже несколько атак прошло на чат. Но, к счастью, наши активисты и наши боты справляются с этим. И несмотря на то, что атаки такие позорные, и почему-то вот такой вот уровень этих атак, никчемный совершенно, все равно все благополучно разрешается. И я очень рада этому. Потому что сегодня был очень полезный для вас, для всех эфир, потому что крайне важно знать, что такое наша инфраструктура. Крайне важно понимать, как устроено все для того, чтобы вам было легче и проще агитировать. И это еще раз подчеркивает прозрачность и открытость демократического выбора Казахстана. Возможность сотрудничать с каждым, кто действительно хочет перемен, каждой организации, каждому движению, каждой партии, если они действительно нацелены на смену режима Назарбаева. Такие вещи вот очень важно рассказывать всем окружающим. Так вам будет легче всех агитировать. Показывать, что организация состоит из людей, которые идейно убеждены и причастны, и однозначно готовы поддерживать, идти с нашей организацией и жертвовать чем-то. И я сейчас говорю о том, что наши админы, они просто великие люди, потому что действительно, находясь в такой опасной ситуации, в любом случае продолжают действовать, продолжают бесплатно помогать нам, продолжают помогать продвижению этого чата, организованности в этом чате и так далее. И вот эта вот инфраструктура и та работа, которую мы проводим, и то, что сегодня рассказал вам Ухтар Аблязов, как он это рассказал, это говорит о том, что наша организация подразумевает всю серьезность намерений нашей организации, подразумевает огромную самоотдачу, работу большую, и действительно это, вот допустим, Ухтар два года занимается этим. Я, допустим, подключилась чуть позже, но тем не менее, вот я подключилась, если честно, напрямую где-то в январе 2018 года, и для меня, например, это уже очень тяжелый, утомительный путь, потому что больше года интенсивной работы, интенсивного участия во всем этом, это действительно утомительно, и это сложно, и сопровождается всевозможными опасностями и так далее. Тем не менее, мы не можем даже мысли такую допустить, что будем вне ДВК. Таких нас здесь вот, ребят, несколько человек, кто со мной вместе, журналисты, и никто из нас даже мысли не допускает, что могло быть иначе. Представьте, что Аблязов занимается этим 18 лет. В 18 лет находиться в состоянии политической борьбы, причем активной политической борьбы, переживать постоянные испытания, постоянные стрессы, постоянные потери, предательства, преследования, расправы, три тюрьмы, пытки и так далее. Для меня все это очень сложно. Мы, например, сейчас переживаем очередной этап борьбы, и всегда это все сопровождается, конечно, большими стрессами. Это сложно. Я не понимаю, как можно в 18 лет не сойти с дистанции, при этом оставшись в абсолютном одиночестве, с нуля снова построить организацию. Только упорство и целеустремленность. Мухтара Аблязова. Это убежденность, вера, продуманность. Каждый шаг, каждое слово, каждое намерение, каждая цель, все продумано, обосновано, просчитано. Именно отсюда вот эта вся убежденность, что режим сменить можно, что этот режим не устоит, что все равно люди, несмотря на то, что они изменились, они стали более запуганы, более необразованы, они все равно сумеют объединиться и все равно сумеют это все изменить. И действительно сменить этот режим, забрать власть в свои руки. Наша вот деятельность, наша инфраструктура, тот путь, который прошел Аблязов, она доказывает, что люди, которые вот так вот сбоку забегают, такие, вот допустим, вчера новая партия объявилась, которая говорит о том, что вот так жить нельзя, давайте объединяться, какая-то девушка-феминистка появилась новая. Вот, и она вот сообщает, что давайте будем быстро объединяться, напишем программу, напишем какую-то там платформу и будем там бороться за наши права и так далее. Мне вот это всегда смешно, потому что это ежедневный труд, ребята, это ежечасный труд, это ежесекундное напряжение, потому что, блин, ну как можно забежать сбоку и зачем-то там какую-то там программу написать и размахивать этой программой и сообщать всему свету, вот давайте мы всё поменяем. Обратите внимание, сколько там людей. Моментально какая-то девушка появилась, там тысячи лайков, тысячи там комментирующих и так далее. И мы же знаем, с каким трудом нам даются сторонники, мы же знаем, как по крупицам мы собираем сторонников, чего нам стоит убедить людей, чего нам стоит преодолеть в людях страх, сомнение и так далее. И вот вот эти вот люди, у которых так легко всё и красиво, главное красиво, картинки замечательные, получается в социальных сетях, они меня, конечно, умиляют. Но это ложь. Это нехорошая, некрасивая, гадкая, лицемерная, циничная ложь, причём во вред себе, во вред своим детям, во вред будущему Казахстана, во вред всему обществу. Сегодня тоже отреагировала на сообщение Касанова, так называемая конструктивная позиция, который говорит о том, что Аблязов такой циник выводит людей в дни, когда отмечают весь мир, день аутизма и в дни, когда казахстанцы празднуют наурыз. Это человек, который за всю свою жизнь отсидел один раз 15 суток. После этого его чуть ли не на белой кашме подняла позиция и носилась с ним и носится до сих пор. Поэтому я вот всегда возмущаюсь, что это люди, которые ничего не сделали, а на самом деле только приспосабливались и приспосабливались к тем или иным течениям и только красовались в газетах, в журналах, на телевидении, на радио и так далее. Люди, у которых везде зелёный свет, они вдруг приходят, и наши жертвы, наши испытания, наши старания, наш труд обесценивают вот таким способом, ничего взамен не предлагая, ничего не умея и ни на что не способными, будучи ни на что не способными. Таких сейчас очень много. К счастью, мы всего за год сумели развенчать все мифы, к счастью, мы всего за год сумели разоблачить каждого из них, и сейчас огромное количество людей приходит и говорит им, что они думают о них на самом деле, и кем они на самом деле являются. Еще я хочу сказать вам о силе массовых челленджей. Вот мы с вами запустили массовый челлендж, а параллельно с нами, здесь вот в этом телеграм-канале, в телеграм-мессенджере сидит и находится группа, она называется «Мы против переименования Астаны». И в этой группе собрались такие же ребята, вот видимо из области конструктивной оппозиции, как они себя называют, которые не хотят радикальных мер, которые против ДВК, которые против там всего-всего. И они очень боялись, и боялись, что там их требования каким-то образом будут пересекаться с требованиями ДВК. И что с ними сделали? Трусливых людей очень быстро заблокировали. Кто боится, тот и получает. Понимаете? Наши сторонники выходят в эти челленджи, ничего не боясь, с открытыми лицами. Юные дети выходят, выходят старики, выходят семьями, выходят молодежь, огромное количество молодежи, я этому очень рада. И здесь, пожалуйста, сидят ребята в чате, говорят, не пишите, не говорите, не упоминайте, не называйте, давайте не будем делать ничего такого, мы против митингов, мы против там еще чего-то. Их чат сегодня закрыли. Кто боится, на того и наступают. КНБшники сумели закрыть их чат, потому что любой маломальский очаг независимости их пугает, они боятся, что он во что-то вырастет, и сегодня этот чат закрыли. Мне немного смешно было наблюдать за всеми этими такими вот маленькими шагами, маленькими действиями, за вот этим постыдным, за этой постыдной трусостью, но вот и пример. Они боялись, их закрыли. Каждый, кто показывает свой страх, сразу же становится жертвой режима. Я вижу здесь в чате, и я вижу по нашим челленджам людей, которые говорят, мы уже не хотим прятать лица. Я это понимаю, я прекрасно понимаю это чувство, когда не хочется ни молчать, ни прятать лица, ни прятать слов, ни подбирать слов, а хочется сказать все как есть и сказать громко во всеуслышание, потому что жить в состоянии рабства никто не может, в состоянии страха никто не должен. Мы свободные люди, это наша страна, и мы можем и должны иметь выбор, иметь право говорить и действовать. И я очень рада, что у нас появились челленджи, где люди прямо говорят, я за ДВК, я за демократию, я за демократический выбор Казахстана. И что самое важное, мы преодолели самую тяжелую планку, мы преодолели тот момент, когда демократический выбор Казахстана только начинал, и общество было абсолютно неподвижным, абсолютно неподвижным. Мы столкнули это общество, мы сумели раскачать это общество, знаете, этот маятник, он будет набирать силу, и энергия будет набираться, и вот эта энергия, эта сила, она сейчас стала появляться с геометрической прогрессией, мы это видим. Она выражается в смелости, в активности, в массовости, все это видно, все это заметно, и естественно, она в любом случае вырастет, и принесет нам тот результат, к которому мы стремимся. Поэтому для нас крайне важно, учитывая те шаги, которые мы уже сделали, все, что мы уже преодолели, нам очень важно, конечно, 2 апреля точно так же достойно, массово, красиво выйти и показать обществу. Мы обращаемся к обществу всегда, мы всегда показываем людям, что мы есть, что нас много, что мы единственные, с кем стоит объединяться. Мы единственная организация, которая действительно может сменить этот режим, изменить все, что застойное было эти годы. И к нам люди примкнут, поэтому нам снова и снова надо набраться сил, отваги, креативности и красиво, позитивно выйти 2 апреля с нашей акции. Сегодня вам рассказали всю инфраструктуру, те, кто не знал, вы можете пользоваться этой инфраструктурой активно, вы можете активно вносить свои предложения, идеи и так далее, помогать нам. Это нам очень сильно помогает, потому что, когда вы делитесь, даете нам обратную связь, мы слышим вас. Вот нам очень часто повторяют, что рассылка хорошо идет в WhatsApp, что очень хорошо там слушают людей в WhatsApp-группах и так далее. Это тоже можно все делать и нужно, во все это мы вас будем вовлекать, и мы тоже сейчас предпримем все меры, чтобы освоить все мессенджеры, все средства распространения информации. Главное, чтобы от вас постоянно шла обратная связь. Я хочу вас предупредить, что в субботу у нас будет крайне интересный гость, это будет гость из Азербайджана, журналист, и мы сможем услышать о том, как освободили 51 заключенных политических узников в Азербайджане. Мы сможем услышать эту историю от тех людей, кто организовывал это все, кто был напрямую причастен. И для меня тоже этот эфир очень волнительный. Я думаю, что мы вот в субботу, надеюсь, что ничего не изменится, на субботу мы договорились, что в 21.00 по Алмате, по Астане проведем этот эфир. Забейте, пожалуйста, имя Эмин Гусейнов. Есть еще брат родной у Эмина, который пострадал, сидел в тюрьме, был в числе этих узников. Очень популярен в Азербайджане, лидер оппозиционного движения. Посмотрите, какая у них история, и приходите в чат. В субботу будем слушать этот рассказ, как преодолевать все это. Рассказ, как получается это у наших азербайджанских коллег, у наших сторонников, друзей-оппозиционеров. Сегодня я бы хотела закончить наш эфир. Спасибо вам большое, что слушали нас, и давайте до завтрашних встреч. Субтитры создавал DimaTorzok